Микрорайон школьный, где расположен упомянутый дом, всегда считался спокойным и безопасным. Но умиротворенная жизнь жильцов закончилась с тех пор, как неподалеку стал разрастаться жилмассив Радужный. Теперь, жалуются горожане, межквартальный проезд, проходящий вдоль подъездов, превратился в оживленную трассу, по которой днем и ночью на большой скорости мчат автомобили. Со скоростью неимоверной едут по внутриквартальному проезду. Нету никаких преград, препятствий, нету лежачих полицейских. Рядом находится спортивная площадка, детская площадка, школа, детский садик. И просто невозможно в будний день перейти дорогу. Мы очень страдаем от этого. Куда мы не обращались, мы получаем одни отписки, мы получаем одни отговорки, и никто нам навстречу не идет и помощь не оказывает. Жильцы дома рассказывают, в их дворе неоднократно следствием нерегулируемого движения становились аварии и ДТП. Последнее произошло совсем недавно. На днях на скорости автомобиль с неуправляемой влетел возле первой парадной и снес деревья. И, так скажем, благо, что никто в этот момент не выходил на работу, дети не шли в школу. Иначе, так скажем, это могло бы закончиться намного хуже, чем просто сломанные деревья. Водители сокращают себе путь, проезжая к себе. Жил массив Радужный, а страдаем, получается, мы жильцы микрорайона школьных, конкретно 24-го дома. Летом, с того конца дома, произошла авария. Столкнулись две иномарки. Буквы Т. То есть, одна вылетала с нашего двора, а вторая проезжала. Та, которая проезжала мимо, согнулась пополам. Просто надо понимать, с какой скоростью ехал этот автомобиль. Соседи неоднократно своими силами устанавливали в начале двора бетонные перекрытия, разбивали клумбы, но автолюбители демонтировали эти аматорские преграды. Жильцы считают, что выход из ситуации прост. Двор не должен быть проездным. Перекрыть здесь, прямо возле нашего дома. В разговоры про подъезды скорой помощи, полиции и других служб, пожалуйста, с той стороны есть заезд, и есть заезд с этой стороны. Сквозного проезда не надо. Мы хотим, чтобы узаконили это перекрытие, и чтобы за демонтаж этого перекрытия кто-то нес ответственность. По генплану школьного аэродрома здесь не должно быть сквозной дороги. Но она почему-то, вы видите, существует. Сплошной поток машин в час пик превращается в сплошную тянучку, как на полноценной оживленной магистрали. И первоочередная задача местных жителей при выходе из подъезда не угодить под колеса. Машины вечером, вот начиная около пяти и до начала девятого вечера, вот здесь сплошным потоком пройти невозможно. Идешь с площадки домой, так оттуда тоже машины, одна за другой. Он меня еще бибикает. Я, пожилой человек, еле иду, нога болит. Он еще бибикает. Такая скорость идет, что страшно. Вообще стоит вопрос о том, что ни о скорости нет, а вообще, чтобы закрыть трассу. 30 лет не было тут, а тут 35 уже стала вот такая вот трасса, что даже выйти нельзя за хлебушком в эту будочку. Вот такое вот делается. Они не пропускают даже никого, понимаете? Они не видят, что слепой, не слепой, они гонят и все. Вообще запретить вот эту трассу. И все, вот это мы просим. С наболевшей проблемой жильцы дома номер 24 и ряда других близлежащих домов обращались в разные инстанции. Но пока безрезультатно. Ближе к вечеру здесь образуется пробка, самая настоящая пробка. И вот один из жильцов нашего дома насчитал в течение 10 минут 147 машин. И в случае, когда делаешь водителю замечание, получаешь грубость, хамство. То есть я ему еще и мешаю здесь. Куда нам переехать вместе с домом отсюда? Просто удивляет то, что никто ничего не хочет делать. И на эту проблему не хотят обращать внимание.